Я пришел к такому выводу, что существует девять условий, соблюдая которые, человек обязательно освободится от нечистого духа. Во-первых, исповедуйте вашу веру во Христа. Христос – первосвященник нашего исповедания. Нет исповедания – нет и первосвященника. Во-вторых, смирите себя. Пока вы не смиритесь, дальше двигаться бесполезно. Без смирения вы просто не сможете освободиться. Три. Исповедуйте ваши грехи. Четыре. Покайтесь во всех грехах. Пять. Простите всех ваших обидчиков. Шесть. Отрекитесь от оккультизма и лжерелигий. Семь. Освободитесь от любого проклятия. Восемь. Противостаньте. И девять. Изгоните. Изгнать – значит выдохнуть. Это так же просто, как выкошенуть что-то, застрявшее у вас в горле. Для того, чтобы освободиться, нужно перестать сидеть, сложа руки, и даже перестать цитировать Писание. Нужно выгнать. Иисус сказал, именем Моим будут изгонять бесов. Не тратьте напрасного времени и силы на ненужные, длинные и красноречивые молитвы. Перейди делу. Выгоните. Иногда бесы выходят разными непристойными способами, но пусть вас это не беспокоит. Мы с вами собрались здесь не для того, чтобы заставить бесов вести себя хорошо, а для того, чтобы избавиться от них. Аминь. После этого я перехожу к молитве об освобождении, которая также состоит из девяти шагов. Вам не обязательно заучивать эту молитву слово в слово, но поверьте мне, она действует. Кстати говоря, недавно мы с Руфью обсуждали одну проблему, которая доставляет мне беспокойство, и Руф сказала, «Почему бы тебе не помолиться нашей молитвой?» И что вы думаете? Дойдя до середины молитвы, я получил освобождение? Вы можете последовать моему примеру. Вот эта молитва. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты – единородный Сын Божий и единственный путь к Богу. Я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес для моего оправдания, для того, чтобы я получил вечную жизнь. Я отрекаюсь от всякой гордыни и религиозной самоправедности, и всякого достоинства, которое не исходит от Тебя. Только Твоя замечательная смерть дает мне дерзновение просить Твоей милости. Я исповедуюсь перед Тобой во всех моих грехах. Особенно я хочу исповедать, и сейчас перечислите. Я раскаиваюсь за все мои грехи, я отворачиваюсь от грехов к Тебе, потому что у Тебя милость и прощение. Решением моей свободной воли я прощаю всех, кто так или иначе согрешил против меня. Я отрекаюсь от горечи, обид и ненависти. Особенно я прощаю, и перечислите. По моим наблюдениям, непрощение — это самое основное препятствие на пути к освобождению. Далее, номер шесть. Я отрекаюсь от всякой связи с оккультизмом и лжерелигиями. В особенности я отрекаюсь от, и перечислите. Я обещаю избавиться от всяких предметов и вещей, связанных с оккультизмом. Если вы хотите жить в свободе, очистите ваш дом от этих вещей. Номер семь. Господь Иисус, я благодарю Тебя за то, что на кресте Ты стал проклятием вместо меня, чтобы я смог унаследовать все Божьи благословения. На основании этого я прошу Тебя освободить меня от влияния сил тьмы. На этом месте сегодня одна сестра получила освобождение. Номер восемь. Противостаньте. Во имя Твое Иисус, я противостою против всех бесов. Я смиряюсь перед Тобой, Господь, и противостою дьяволу. Аминь. И номер девять. Изгоните. Я приказываю всем бесам, которые контролируют мою жизнь, обращайтесь к ним в первом лице, убираться из моей жизни во имя Иисуса Христа. Я выгоняю вас. Так вы сможете сэкономить много времени и сил. Арктивативчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивчивへ奮pp